Всем доброго-доброго денёчка! Сегодня у нас Святая Троица, православный праздник великий! Всех с праздником! Вадимир Васильевич съездил. Буду вот так, наверное, выделить. Вот такие, это что у нас получается? Луковые кольца. Вот такие колечки луковые. В принципе, из чего они делаются? Со вкусом сыра и сметаны, картофельные. Из картофеля, потому что пакет сильно тяжёлый идёт. Это у нас... Ух ты! Гранатовый сок. Выжимной гранатовый сок получается. Что производитель? Азербайджанский гранат? А производитель у нас? Не знаю. Не знаю. А вот. Изготовитель. Так, в общем, посредник Москва. Посредник Москва, завезённый из-за границы. Ну, там разливает, выжимает. Давай. Ставлю. Давай. Самое главное, что степи убрал. Всё, давай. Сок томатный. Сады Придония. Такое. Два литра. Игорь говорит, сильно дорого. Я их не пью. Надо переходить на воду. Да. Так, мясо индейки в собственном соку. Это, по-моему, мама Галина просила. Она сегодня говорила. Написано 97,4% мяса птицы. Ну, мясо птицы тяжело сказано. Так, мясо индейок, морковь, соль, вавровый лист. Ну, там готово это. Так, что производитель? Россия, Московская область. Город Праминская. Одна баночка. Вторая баночка. Тоже самое. Индейка тушёная. Производитель. Рудка. Вот такая. Точнее, три баночки. Написано, что ГОСТ, но это всё ТУ. ТУ, ТУ, ГОСТ сейчас. Нет. Тоже Московская область. Город Латыркино. Идейка. Так, дальше. Литровый яблоко-груша с мякотью. Сады придувания. Нам Галина любит вот такой сок. Так. О! А вот это уже морковь и яблоко. С яблочком. Кстати, с морковью я, по-моему, не пробовал. Дальше. Мультифрукт. Мультифрукт. Без добавления сахара пишут. Так. И яблоко-вишня. Вот так. Простой дезодорант, освежитель воздуха. И никогда не делайте так, не подносите спичку. Ладно. Вкусно. Вот такой, в принципе, идет. Вот душно, включаем вентилятор. Я сегодня тоже накатался и как-то не очень. Состояние, полустояние. Руки, я ведь вот. Все смотрят. Ну, правда, никто не раздался. А что они будут? А, ведь это же кластмассовая же кондиция-то. Ага. Я составил. Ага. Бодоком цепляю. И по залу. Думаю, кто будет это помощником? Никто не захотел. Так, доказывается, и это самое. Чудовик. Пойдем. А, народ встал. Ну, ладушки. Пейте соки и всех со святым, с великим праздником. Всех православных. День у нас продолжается. Сильно не нагружайте. Сегодня работать нельзя. Сегодня, кстати, 4 июня. Ну, это в магазин сходить, это невеликий грех. Это для себя, существования. Для витаминов. Всех с праздником. Быстро сейчас жарка кончается. Вот в рацион входит, там стаканчик надо пить того. Потом того, 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 того. И вот почему и уходит. Ну, что, а у нас уже и вечер. Время на борту без 26 вечера. Водичка теплая. Как всегда у нас поливашки. Поливашки огорода. Иннокентий поднялся. Иннокентий кот, кто не знает. Пошел помогать поливать. Поливатушки. Пока стоит жара. Надо каждый день проливать. Поливать помаленьку. Пускай все растет. Мама здесь пробежала. Чуть-чуть выдернула маленько травки. С градок. Хотя ни травки, ни чего как такового не видно. Я имею ввиду в плане, как сказать. То есть у нас чистые оградки. Овощи-то поприклюнулись. О, у нас здесь что-то еще проклюнулось. Да, Иннокентий? Ты мне помогать идешь? Помогать. Зимний кот. Поливаем. Кеша, ну под ногами осторожно. Я ж не вижу. Я ж не вижу, сына. Я ж не вижу, сынка. Да, что думаешь? Там полежишь, тут полежишь. О, на ладне посиди. О, красота. Красота. Что еще в деревне делать? Поливай, да поливай. Иннокентий. Да, сына? Что, сынка, сидишь? Мусик хитрый. У меня же, кто смотрит из постоянных подписчиков, кондиционер же, сделанный земляной кондиционер я делал. Кстати, холод дует. 11 градусов выдувает, плюс 11. С кондиционера до сих пор. Я на ночь отключаю, чтобы не простыть. Но по поводу холод идет в комнате. Для комнаты такой земляной кондиционер самое идеальное. Для небольшой комнаты-то. Тем более воздух загоняется. Чистый. И чувствуешь себя с закрытой дверью идеально. В общем, я доволен. Кондиционером, который показывает себя в жару хорошо. Так, сегодня картошку не буду поливать. Эти не буду поливать. Надо будет пробежаться. Еще там пополивать кое-что. Да, Иннокентий? Иннокентий. Иннокентий. Кстати, лейка 12 литров. Я ее в свое время заделал. Не захотел избавляться. Лопнутая была. Чем-то не помню, уже замазал. Ой. Вот так вот. Ладно тогда. Процесс не быстрый. Буду бегать. Все здесь полю. Там часть пополиваю. Как говорится, что время тянуть? Ну, это деревня все-таки. Лето. Жизнь. Да, Иннокентий? Иннокентий. Ролик продолжается. Всем вкусняшек-вкусняшек. Отличнейшего настроения. Я пока заношу штатив. И хожу, бегаю, поливаю. Да, кстати, наушнички одену. Буду слушать музыку. О, просто музыку. Да, да, да. Отлично. О, там, как всегда, мама Галина. С Вадимиром Васильевичем. Орёт. Что-то доказывает друг другу. Орание. Сплошное. Гератки палил. Помылся. Хорошо еще сегодня на велосипеде. Прокатился. А так каждый вечер. Моемся. Удобно? Доброе утро. Вадимир Васильевич, что приготовили? Доброе утро. Салатик. Салатик. Понятно. Оле, от Васильевича. Понятно. В общем, уже всем доброго-доброго утра. Потом пойдем салатик. Я разогреваю сосиски. Как раз. У нас пекет. Сейчас кошка меня режет. В принципе, сейчас попробовать. Можно. Мы стол с отцом поставим. Мама уехала по делам. А холодильник его поставить? Включать вентиляторы. Ну, холодильник. Что здесь? Ну, я все в холодильник убираю. Включаем вертушки. Вкуснота. У нас жара. Ну ладно? Надо собаке еще. В кастрюльке. Скормить? А, вот здесь. Я решила вот сейчас. Наведу. Да? Ладно, давай убираем все. И все. Так. Миша. Утрое доброе. Ну-ка, Бышка, под ногами. Ой, Мышка. Иди ешь. Мыша. Бышка. Иди. Бышка. Мышка. Ешь ты давай. Что молочко? Ох, опейте. На. Не. Чучелы. Пейте молоко давайте. Молоко пейте. Что там нахер? Жарко. Даже сухой корм не идет. Что не доедаешь-то? Доброе утро, сонное садство. Но. Здравствуй. А, проснулась. Иди. Жарко будет. Жарко будет. Дай, дай. Супчики. Садство, ешь ты еще. Да ешь еще. Ешь давай, вкуснятина такую. Сонное садство. Так, посмотрим, что с погодой. На утро. Сегодня будет существенно жарко. Надо будет местами там. Посмотрим, может покажу дрову маленькую. В одних местах уже вымархал. Ну, уже 25. А духота стоит. Ешь давай. Не хочешь, не ешь. Мусик. Пеша. Пеша. Сына. Ты-то что носишься? Иди домой, даешь. Пеша. Сына. Так, Владушка. Так, у нас в огороде. Домой. Да? А, у мышки. Кстати, да. Мыша. Это у нее рамки, которые заживают. Не лишай. Кто-то писал, что лишай, не лишай. Они же дерутся. То с котами, то с кошечками. Она кошечек гоняет. Ладно. Иду за нашу кастрюльку. В общем, поеду за леской для стримера. Я ее так и не нашел. Я ее замачивал. Было две лески. Потому что я держал только в воде, даже на зиму. Смотаясь. Скопил я пару таких лесок. По 10 метров. Обычно в упаковках. Водой заливать, чтобы не сохло. А, по 130 рублей две штуки. Выбора больше никаких искрепких не было. Такая made in China. Пойдет. Сейчас буду ставить. И надо часть покосить. Так. Мама купила яйца. Грибочки. Я сделала с поделом. Грибы почем у нас? Не помнишь? А 350. 350 за килограмм. Такие вкусняшки. Дальше. Котлеты бабушкины. Блины. Сметанка. Ну и пельмечки. Ну, в целом я еще сметанку попробую. Какие пельмечки? Пельмечки. Почем пельмени нынче? Ну ладно, по 290. Ладно, жарко пошло. Ладно, 36 градусов на улице у нас, конечно. Да. Жарко. Сарик, 3 недели будет. Так вот, в общем, знаешь. Все. 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 скосил где надо пусть растет крапиву скосилок она уже большая я сейчас все не пойду косить ты хочешь чтоб тебе все под ноль у тебя на участке я что надо я прокосил выборочно растет именно вот за домом и в том углу участка в одном нету маленькая другом большая она попить кофейка еще жарко-душно вещи одеваешь у них тепло штаны тоже теплая чтобы под ногам не летела так а пока мама галина здесь готовит супчик вентилятор у нас губит работает здесь картошечка лучок водичка соль еще мама галина открыла такую индейку русском это сверху желе непонятно индейка тушеная такая баночка дальше у нас здесь банка кирки что-то будет делать также она обжарила свежую капусту свежая капусточка на сковороде такая пока покушаю в общем поделили вот такие печенюшки они здесь с различными вкусами туда-сюда ходишь выходишь на улицу 37 жара в тени плюс 37 жарко садовые поливая вишенку потом жара спадет зайка потом жара спадет когда как обычно идти поливать время у нас без двадцати уже два так думаю день пройдет можно с вами был увлечь всем вкусняшек вкусняшек отличного настроения ну и все будем точить вкусных зверушек всем пока пока ничего не хочется делать когда духота и жара все всем пока пока с вами были мы мы еще увидимся душно шаль